Уважаемые товарищи, прошедший год для всех нас стал по многим аспектам поучительным. Шествие претестунов, призывы к забастовкам на предприятиях, диверсии на железной дороге, угрозы насилия в отношении представителей власти, хакерские атаки на государственные информационные ресурсы и так далее. Это далеко не полный перечень того, с чем нам пришлось столкнуться. Вся эта подрывная деятельность активно направлялась и финансировалась из-за рубежа. Через социальные сети, мессенджеры шла координация незаконных акций. Вбрасывалась информация, нацеленная на дискредитацию усилий по наведению порядка в Беларуси. Время прошло, все, что я говорю, подтвердилось с течением времени. Правоохранительные, другие государственные органы позволили нашей стране не свалиться в пропасть очередной цветной революции, как бы того ни хотели заграничные спонсоры протеста. Хотя наиболее яркие проявления протестной активности мы пресекли, поводов для самоуспокоения я не вижу. Причины я много раз излагал, могу их повторить еще раз. И самое главное, мы не знаем, что они выбросят в очередной раз. Там работают специалисты, извините за откровенность, не чета нашим, которые совершили немало так называемых цветных революций, мятежей, в результате которых разрушены страны, изнасилованы главы государств, посажены на кол, фамилии не называют, и так далее, и тому подобное. Поэтому самоуспокаиваться нам нельзя. Пример там у России. Говорят, Путин повторяет то, что делал Лукашенко. Да нет, нам надо учиться у россиян, как реагировать на подобные вещи. И не только в плане силового компонента. Есть несогласные носители так называемого своего мнения. И это нормально. Другое мнение у нас было всегда. Слушайте, ничего нового, за исключением длительности этого периода, не произошло. Это было всегда. После того, как я стал президентом и сломал эту националистическую, нацменовскую, фашистский курс, который проводили они до этого, и сразу же поджоги автомобилей, переворачивали автомобили, трезубцы с Украины, с Польши, определенные БЧБшные флаги и так далее, и тому подобное. Все это мы проходили. Единственное, пандемия наложила определенный отпечаток. Все то же самое, только по длительности, более длительно это все происходило. Плюс выброшенное с России, с Польши, Литвы, Украины, других стран, наши, отъехавшие на заработки, они места себе не нашли здесь. Плюс те, кто через границу возил Брестской и Гродненской области, и с Минска, кто тряпки, кто топоры, ну в основном топливо, продавали, перепродавали. Пандемия перекрыла границы. Не я перекрывал тогда границы. Пандемия перекрыла. Другой работы они делать не умеют. И многое-многое другое были изоблучшие. И я всегда об этом говорил, мы с ними будем работать. И я в том числе более активно начну работать, хотя я не прокрещал эту работу. Я вел диалог со всеми, кто этого хотел. За последние годы мы многое сделали в направлении либерализации так называемых правовых норм. Однако произошедшие события остро ставят вопрос, не слишком ли мы увлеклись. Законодательство должно не только оперативно реагировать на любые нарушения, но и упреждать возможные угрозы. И это самое главное, упреждать. По предложениям граждан, ряд необходимых для этого норм уже включен депутатами в новые кодексы об административной ответственности, а также в поправке к уголовному законодательству. Достаточно ли этого? Или нужно что-то еще, например, сферы борьбы с экстремизмом, терроризмом? Может быть, следует также вернуться к законодательству о массовых мероприятиях, иным актам, касающимся общественной безопасности? Посмотреть, как за рубежом, в тех же Франции, Германии, да и в России соседней. На все эти вопросы ответы должны быть у органов, находящихся сегодня на передовой противодействии попыткам дестабилизации обстановки в стране. Координирует соответствующую работу государственный секретариат Совета безопасности прокуратура. Активно осуществляет надзор за соблюдением законодательства та же Генеральная прокуратура. Верховный суд обеспечивает судебное рассмотрение материалов, подготовленных правоохранительными и иными уполномоченными органами. Поэтому я хочу услышать от присутствующих здесь руководителей максимально взвешенное предложение по тематике сегодняшнего совещания. Нужно не увлекаться частностями и ведомственными интересами, а подумать о глобальном, прежде всего, о последствиях для безопасности страны. Нам важно определиться, чего реально не хватает в законодательстве для надежного выявления пресечения любых действий, направленных против государства.